Добрый вечер, уважаемые телезрители! Добрый вечер! Мы с Татьяной Сарычевой снова рады приветствовать вас на нашей еженедельной программе «Какие люди в Голливуде?» И Люси Алекс. И снова мы встречаемся с самыми талантливыми, самыми продвинутыми, самыми известными и успешными людьми, нашими людьми в Голливуде, которые либо волей судьбы здесь гастролируют, либо многие годы живут, творят и работают на нашей Голливудщине. И вы, уважаемые телезрители, можете принимать непосредственное участие в нашей программе, задавая нам вопросы и давая знать, каких гостей вы хотели бы увидеть здесь, в нашей студии, по телефону 310-968-5990. А также присоединяйтесь к нам на Facebook, страничку «Очень легко найти» Russian TV Show «Какие люди в Голливуде». Ну и «Какие люди в Голливуде» сегодня, конечно же, опять покажет вам звезду абсолютной величины актера. Вот российский актер, но тем не менее он принимал участие как актер, продюсер, режиссер более чем в 75 картинах американских и канадских. Не удивляйтесь, это наши люди. А также он работал с очень известными американскими актерами, продюсерами, режиссерами. Такие имена, как Том Хэнкс, Алек Болдвин. Итак, приветствуйте, у нас в гостях Дмитрий Будрин. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Спасибо, что пришли, спасибо, что нашли время. Мы знаем, что самый загруженный человек на нашем киносводе – это вы. Нет. Не самый? Нет. Но, так сказать, хотелось бы быть больше загруженным, но есть люди, которые работают чаще, чем я. Есть люди, которые работают, которые больше, чем я. И я надеюсь, что вы этих людей пригласите в будущее. Обязательно. Обязательно. Но расскажите нам о своей дороге в Голливуд. Дорога в Голливуд началась очень давно. Я не думал, что она будет Голливуд. Я просто хотел быть актером. И в свое время, находясь в театр, меня привел Владимир Семенович Высоцкий. Я тогда был в Ленинграде, и я разочаровался в инженерной карьере, потому что занимался я горными лыжами. И поломался, и карьера тогда закончилась. И я был на распутье. Меня пригласили на такой был театр, на улице Красной, театр Ленинградского университета. И там тогда работали гребенщиков. Там собиралась такая интересная публика. И мне очень понравились эти люди. Но я не хотел никогда в жизни быть актером. Вы и не предполагали, что так понравится? Нет, я принципиально не хотел быть актером, потому что я понимал, что я был спортсменом, я был трудновоспитуемым подростком. В общем, тяжелый случай. У меня, да, абсолютно была не рафинированная, интеллигентская, так сказать, задрак. Я стоял на учете в милиции. То есть по полной программе. Рос без отца, что называется. Без отцовщина. И поэтому мне до всего... Но как-то мне понравилась, какая там атмосфера людей. И они ставили спектакль «Алиса в стране чудес», который все театры... Это был 80-й год, он летом умер. И только один театр согласился поставить этот спектакль по песням Высоцкого «Алиса в стране чудес». И они объявили конкурс, кто будет рисовать. И вот Владимиру Семеновичу не нравились, не нравились, не нравились всякие предложения, которые делали художники. И меня, такая моя подруга, с которой мы дружим до сих пор, она дочь известного, очень хорошего актера Михаила Данилова, друга и партнера Сергея Юрьевича Юрского, актера Большого драматического театра. Он играл, если вы смотрели недавний фильм, он играл в «Мастере Маргарите», он играет Берлиоза. Вот это ее отец, он сыграл, это и умер. И вот она, дочка Екатерина Данилова, она меня представила этому театру и в итоге... И процесс пошел. Процесс пошел. Нет, я просто нарисовал декорации. Рисовать я умею, потому что у меня дядья, все мои родственники, они деканы Академии художеств петербуржской и всякое такое. И если кто живет в Петербурге, есть там Тюз, есть парк возле Петропавловской крепости. Все памятники, это моя бабушка, возле Тюза, это мой дедушка. Но я никогда не хотел быть ни художником, ни кем, не дай бог. И поэтому я нарисовал эту штуку для того, чтобы... Забыть об этом. Нет, нет, чтобы поставить галочку. Вот галочку я поставил, все, я теперь могу быть с вами и все. И, естественно, как в плохих фильмах, естественно, Владимиру Семеновичу понравилась именно эта декорация. И так я стал, естественно, в те годы, 80-й год, все, что было связано с Высоцким, было окружено подпольщиной, странными журналистами, скандалами. И, естественно, и так я стал одним из известных на Западе театральных художников, не хотя бы никак в театре. И, естественно, и он мне сказал, я спросил Владимира Семеновича, говорю, как вы вот так вот пишете о войне? И он мне сказал, что о войне я пишу так, потому что читаю поэзию Семена Гудзенко. И говорит, почитай и посмотри, и вот если у тебя есть желание рассказать, тогда ты сможешь быть актером. Я почитал, захотелось и понесло. То есть с благословения Владимира Семеновича Высоцкого я пошел заниматься этим делом, увлекся. Никогда не хотел быть неизвестным, не популярным, никогда меня не привлекала гламурность, известность, популярность. Потому что я все это видел у своих родственников. Они были известные художники, скульпторы. Меня это абсолютно не привлекало. И меня привлекало то, что я хотел... Я видел в Петербурге, в Ленинграде, тогда был театр юного зрителя, такого Карагоц, казино Яковлевича. И в Петербурге тогда было нормально на этот театр, потому что он был детский. И на него КГБ не обращало внимания. И потому у меня до сих пор, у меня есть хранится билет, в театр, в котором шел Шекспир, в котором шел Пастернак, в котором можно было увидеть Булгакова какие-то. И поэтому в Ленинграде в те годы, в 80-е годы, в начале 80-х, можно было пригласить девушку, если ты студент, можно было пригласить девушку или молодую женщину в театр юного зрителя. И это смотрелось, потому что на этот театр никто не обращал. Там дети, ну что они там про елочку ставят. А были билеты, один у меня есть, на котором написано, театр юного зрителя, детям до 16 лет вход воспрещен. То есть был театр. И вот там я увидел, что когда люди играют, играют хорошо, то приходят молодые люди, и они в театре учатся жизни. Они не оценяют это как литературное произведение. Они сравнивают стандартные жизненные свои и другие. И тогда там особенно играл такой Александр Хачинский. Если вы помните, он играл из Бумбараша. Это был мой наставник, мы с ним начали работать. И вот я видел, как человек меняет, просто люди смотря на него, молодые дети, подростки, молодые люди, они меняли жизнь. И я понял, что вот это один из путей сделать этот мир немножко лучше. Итак, наш гость во всей красе Дмитрий Будрин на экране. Дмитрий Будрин у нас в студии. И следующий вопрос. Дмитрий, мы знаем, что вы выпускник Щукинского училища. Немножечко расскажите об этом. Да. С какими профессорами вы работали? До театра, во время театра. Да, расскажу. Считаю, что Щукинское училище имени Щукина самое лучшее училище в мире. Да. При всем уважении к Московскому художественному театру. И всегда я это знал и хотел туда поступить. Поступить я туда хотел, потому что я увидел спектакли. Они были на самом деле театральные, с искрометной фантазией. И этот стиль мне нравился больше, чем серьезный такой драматический стиль Московского художественного театра. И мне, я туда мечтал поступить. Поступил, история длина, я поступил туда. Еще я учился, мое первое образование это звукорежиссер. Я в Киеве учился на звукорежиссера для театра и кино. И у нас все практики были в Москве. Проходя практики в Москве, я ради интереса поступал во все театральные институты. Просто чтобы нечего делать. Для коллекции. Ну да, я не мог поступить, потому что если я поступил, я бы ушел во флот на три года. И поэтому я знал, что... И вот в один прекрасный момент меня взяли в Амхате. И меня взяли, Олег Павлович Тубаков меня взял. И меня взяли в Щукинском училище, Калиновский. И когда я им рассказал печальную новость, что я институт еще не закончил, у меня практика, шестой год. И они спросили, а где будет практика, я сказал, на Мосфильм. И они сказали, это окей. Мы договоримся и все. И в последний момент деканат в Киеве узнал, что я мучу какие-то там с Москвой. И меня перевели на завод КГБ в Киеве. Приревновали. Приревновали. Но, так как у них были проблемы, а мой папа, математик известный, папа мне написал мою дипломную работу с институтом имени Крылова в районе... Папа, угорься, селегу, математик. Да, потому что институт имени Крылова занимается разработкой атомных подводных лодок. И поэтому папа, у меня член-корреспондент Академии наук, он сказал всему отделу, мне сделали диплом, на что, конечно, на заводе КГБ опупели, когда пришел студент и за две недели решил проблему, которую они... Всего вооружения страны... Нет, 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 это был завод, который изготавлял звукозаписывающую аппаратуру для КГБ. И все их проблемы решил за неделю, они обалдели, и поэтому, как сказать, дали мне... С лукой руки смело... Поэтому я учился на дневном факультете в двух вузах, находящихся в разных странах. То есть я учился на первом курсе дневного отделения Щукинского училища, и на шестом курсе Института Киевского политехнического института, факультет киноинженеров. И утром я садился, я делал этюды в Щукинском училище, садился на поезд, утром выходил, шел в Киеве на то самое, садился на поезд, я 9 месяцев не ночевал на земле. Я ездил между странами с девчонками-проводницами. Поезда тоже? Да, с девчонками-проводницами договорились, и все было прекрасно. Так и проездил, получил диплом, и, так сказать... Интересно было. Да, получил карту железного... Интересно было, все равно. Нет, карта была, все равно. Карта была, Киев, Москва, Киев, Москва, Киев, Москва. Ван Вейс. Ван Вейс. ХБ. Да, и туда-сюда, и когда я закончил эпопею, уже получил диплом звукорежиссера, это уже заканчивался первый курс, там у нас вышли проблемы с... В училище переформировалась Щукинское тогда, это был конец 80-х, да, конец 80-х, и у нас пришли новые деканы, новые... Поменялась власть. Мы потеряли, да, мы потеряли нашего художественного руководителя, который нас занимал, и мы достались, нас стали брать просто известные люди, которые свой в итоге дипломный спектакль я сделал полтора года последний, работал с Сергеем Юрьевичем Юрским, делал спектакль «Д'Антон», играл Д'Антона главную роль, и был занят еще в нескольких спектаклях, но не в главных ролях. Конечно, самое большое удовольствие это было работать с Сергеем Юрьевичем Юрским, потому что это единственный человек и педагог, который на тот момент начал нас обучать технике Михаила Чехова. Тогда Михаил Чехов был запрещен долгое время, потом вдруг к нему проснулось, разрешили, как всегда. Да, но интерес был, но в России им никто не занимался, и только такие люди, как Сергей Юрьевич Юрский, который выносил пленки из ленинградской студии на себе. А расскажите вот о вашей педагогической деятельности. Мы сейчас были все в воспоминаниях, когда вы были в тунических временах. Итак, я уехал на работу с театром Олега Киселева, и мы уехали на работу. У нас были прекрасные туры по Канаде, по европейским странам, и в Канаде мне предложили работу, и я стал работать с театром Theater Sports, это как наш КВН, и я их учил хохмить, как ни странно, не говоря по-английски, но тем не менее это получалось. И так я стал работать в Канаде, потом я стал работать, делать звук для X-Files, секретных материалов, когда стал охамел немножко, стал говорить по-английски свободнее. Стал матерым? Нет, они мне предложили, они узнали, что я актер, они знали, что я актер, они мне предложили играть, начал я в X-Files играть, несколько эпизодов у меня было, потом все больше и больше. Lost сериал? Нет, Lost это вы сейчас уже говорите, я сейчас говорю о Канаде. В Канаде тогда, в конце, в начале 90-х годов, в Канаде снималось 85% всего американского телевидения, снималось в городе Ванкувере. Поэтому я практически во всех сериалах, которые, были популярны, и на тот момент самый популярный сериал был X-Files. Они собрали все Эмми. Я работал там, когда там работал, я познакомился с большим количеством людей, актеров, познакомился с Дэвидом Духовным, который, как вы знаете, украинец, у него папа разговаривает по-русски совершенно нормально, он рожденный здесь, но папа его прекрасно разговаривает. И стал преподавать в Ванкувере, меня нанял Юнион, профсоюз актеров. И я стал преподавать профессиональным актерам, которые работают в... Канада очень хотела наполнить свои сериалы, американские сериалы, канадскими актерами, потому что... Ну, это повышало статус канадских актеров. Они попробовали огромное количество учителей, и актеры в Канаде проголосовали за меня. Они сказали, что мои профессиональные канадские актеры проголосовали, сказали, что вот воркшопы с Дмитрием нам дают максимальную пользу, и мы чувствуем себя гораздо свободнее. И семь лет я преподавал в этом профсоюзе. Актеров только для профессионалов или профессионалов. Никаких частных школ. Я преподавал только для людей, которые действительно работают в индустрии. Делая это, я ставил спектакли в Канаде. Чехова ставил, Дядю Ваню, Три сестры. Самый удачный спектакль Дяди Ваня. Его признали лучшим спектаклем последней четверти 20 века. И это все было в Канаде, да? Это все было в Ванкувере. А как потом вы перетекли в Голливуд? После этого, когда я вам сказал, что стал встречаться, и мне все время, кастинг-директоры, режиссеры, продюсеры, так как все-таки фильмы американские, они мне говорили, Дмитрий, ты должен на юг двигать. Ты должен на юг, у тебя на юг, на юг, то есть в Калифорнию. Я говорю, вы знаете, меня как-то так, ну а кому я там нужен? И мне сказали, что там есть такой Виктор Круглов, агент, который занимается русскими. Да, мой брат его хорошо знает. Вот, который занимается русскими. И я, так что, мне это сказали в Сиэтле, то есть его тогда уже знали даже в Сиэтле, кастинг-директоры. И я, и попутно пришло такое, Стивен Спилберг, был такой в моем, в 97-м году, он набирал продюсеров, работающих режиссеров, актеров, которые есть, он как бы на курсы повышения квалификации. Туда можно было попасть очень тяжело, год произошел, происходил отбор, нужно было написать письма, сочинения, как я провел жизнь, до того, как я хочу провести лето с вами, Стивен Спилберг, и всякое такое. И нужно было прислать, конечно, примеры работ, статьи из газет, журналов, и все, все, все. Года не решали, и отбирали 12 человек со всего мира. Я попал туда, представляя Канаду. Да, Канаду представляю, как ни странно. Ирония судьбы. Да, ирония судьбы. И вот, закончив этот курс, я понял, что мне с моим прошлым из России в продюсерстве, быть честным, ничего не светит. Потому что настоящий продюсер, это человек, это Стивен Спилберг, это человек, который любит кино, который может заинтересовать других людей делать кино, и который может организовать и зажечь других людей. Это зажечь людей, я могу, а вот заинтересовать их тем сотрудничеством с Россией, к сожалению, я четко понимал, что Россия, единственное, сейчас вот в последнее время, я просто недавно закончил второе, они мне вот через 14 лет позвонили, сказали, вы наш, как-то вспомнили. Любимчик. Нет, я никогда не был любимчиком, просто я не знаю, что у них тут было, не знаю. Но вдруг мне раздался телефонный звон, сказали, что вот сейчас вот 15 лет, как я закончил, то есть юбилей. И вот они сказали, что вот мы посмотрели, мы посматривали файлы людей, которые закончили нашу, нашу, вот, и вот вы нам попались, вы смотрели, что вы и актером работаете, и то, и все. И чтец, и жрец. Да, и мы решили приглашать вам, чтобы вы, так сказать, свои освежили знания через 15 лет. Я говорю, ну сделайте мне предложение, от которого я не смогу отказаться. И они сказали, ну вам приглашаем взять курс бесплатно за наш счет. Я скажу, that's now we are talking. И я закончил этот курс, и, конечно, за 15 лет очень серьезно изменилось лицо. И что самое интересное, что я на этом курсе сказал, что сейчас Россия приближается к пятому или четвертому месту, будучи приносящей прибыль американскому бизнесу, Голливуду. Поэтому Россия все больше и больше становится, так сказать, интересно, как продажная площадь для Голливуда. Как инвестиционная площадка. Поэтому, в принципе, наше влияние начинает расти. Но, я заметил другую вещь, что никто не имеет ни представительства, ни культурного, ни телевизионного, серьезного. Ни один из каналов здесь не имеет базы. Даже корпункта. Ни один из журналов не имеет. Здесь какие-то люди приезжают, это все одноразовое. Здесь нет ни посольства, ни консульства, ни посольства, ни культурного центра. То есть, ничего. Это мировая столица интертеймент индустрии мира. Все страны, не только входящие в десятку наиболее экономически заинтересованных стран для Голливуда. Мы говорим о каком-нибудь Гватемалах. Здесь имеют какие-то культурные представительства. И, по-моему, только одна страна, я не уверен, но Россия точно не имеет. Здесь есть украинский культурный центр. Я уверен, что здесь армянский культурный центр. И здесь ничего нет российского вообще. И это вот один из вопросов, который меня, так сказать, последнее время интересует. И, так сказать... И волнует. И волнует. Нас это тоже волнует. Это нужно менять. Почему? Потому что вы сказали, вы упомянули про звезд. Я не звезда. И никто из бывшего Советского Союза никогда в жизни не будет здесь звездой. В очень ближайшем будущем. И потому что в Голливуде звезда – это понятие экономическое. Когда ты изучаешь producing, там даже понятие звезды даже не одушевлено. Почему? Потому что если... Знаете, такая собачка есть на интернете, такой шпиц, такой бу, такой кругленький с ушами. Написано, там, the most popular dog in the world. Поэтому в продюсерском определении звезды, это не должно быть одушевлено. Там определение продюсерской звезды – это кто-либо или что-либо в первый уикенд программа с этим приносит больше, чем 100 миллионов долларов. То есть, если 100 миллионов долларов ты сделала робота, которого все дети полюбили и с родителями смотрят. То есть, что-либо, что ведет программу или принимает главную роль, которая приносит в первый уикенд больше, чем определенные суммы денег. К сожалению, Дмитрий, мы вынуждены вас остановить. Давайте про русскую театральную оверху. Нам очень интересно с вами общаться, и мы бы продолжали и продолжали. Да, мы знаем, что вы очень большой активист. Мы знаем, чем вы болеете, что вас интересует. И вы президент российско-американского альянса. Да, я основатель American Russian Theatrical Alliance. Это организация, которую я решил создать, в отличие от того, что у нас здесь. Я пытаюсь с этим бороться. Что это делает? Эта организация создает network, сеть профессионалов, которые работают здесь. Они могут быть украинцы, литовцы, латыши, армяне. Кто угодно. Это просто люди, скажем так, с европейским опытом, которые работают здесь. Я собираю эту организацию, чтобы готовить какие-то совместные программы с европейцами. Европа заинтересованная. Я вернулся из Парижа. Я был в Швеции, в Стокгольме, тоже заинтересованы. У меня я преподаю в Стелле Адлер уже три года. И до этого я преподавал в Михаил Чехов студии. Студенты там международные, они все очень интересуют. Я провожу, на данный момент я провожу воркшопы, на которых я говорю. Эти воркшопы бесплатные. Они проходят в Стелле Адлер. Если кто заинтересован, может приходить, послушать. Я вот рассказываю про бизнес. То, что наши люди, и не только говорю русские или россияне. Все люди европейцы. Я сейчас говорю, европейцы, они другое имеют отношение о понимании, как работает бизнес. Не важно, ты француз или белорус. Потому что все европейцы искусство воспринимают, фильм и театр воспринимают как искусство. Главное отличие от Америки, здесь это всегда было сначала развлечение, а потом искусство. И вот я меняю в этой организации, создавая цепь, сеть людей, которые мы хотим создавать серьезные международные проекты. Это у меня есть заинтересованные люди, люди заинтересованные, как Алик Болдин, как Тони Шалоп, Джон Войт. Джон Войт, вы знаете, отец Анжелины Джоли. Очень много актеров подписались, они хотят с нами сотрудничать. Очень многие американские артисты заинтересованы в создании и сотрудничестве с этим альянсом. Почему? Потому что, если вы знаете, какой самый раскрученный напиток в мире? Кока-кола. Я думала, водка. Или водка, да? Но нет, раскрученный, я имею в виду, что... А какой самый раскрученный продукт в мире искусства актерского? Система Станиславского. И Россия не сделала для этого ничего. Этот продукт нам раскрутила Америка. Очень-очень-очень сожалеем, но прощаемся. Дубль два, со второго раза. Когда придет 100 тысяч желаний, мы сделаем серию два. Да, говорят долгие проводы, лишние слезы. Не будем плакать, будем надеяться, что через некоторое количество времени Дмитрий снова придет к нам в программу. И продолжим наш рассказ о том, что происходит здесь, на нашей Голливудчине. Спасибо большое, Дмитрий, что пришли к нам. Спасибо огромное, что уделили нам внимание. И, уважаемые телесредители, до следующих встреч. Поздравляю с победой всех, кто празднует. А, так сказать, причастны мы все к этому празднику так или иначе. Потому что мы понимаем по-русски. Неважно, по-русски или не по-русски, к этому празднику причастны все. Хотят они этого, не хотят. И поэтому мы считаем, что нам нужно поздравить наших ветеранов. И чтобы больше такого никогда не повторилось. Дай Бог, чтобы не было. Счастливо. До свидания. Продолжение следует...